Вчера где-то около 6 часов начался обстрел со стороны Украины. Вложилось с 80-ка 120-ка. Прямых таких прям серьезных попаданий нет. В основном остекленения. Но зато людям навредило очень сильно. В каком плане? Перекопало огородом. Жертв, слава богу, нету за эти две последние ночи. Но в конце их обстрела они еще включили ГИМ Украины. Для того же зафиксировать, что молодцы, отстрелялись. В основном по школе это было, конечно, желанка. Ну и так вот немножечко кинули на живой массив. Как часто происходят эти обстрелы и насколько они массированы? Ну, часто это каждый день. То есть у них стабильно идет с 8 вечера иногда. Вот по субботам и воскресеньям они начинают раньше. То есть 6 в 6, 5 в 6. А так ежедневно с 8 вечера у них по графику идет обстрел поселка Зайцом. Как сильно? Ну, вы знаете, в последнее время не так сильно, конечно. Было замечено, что в основном ложилась восьмидесятка. Если до этого неделя была минимум сто двадцатка, сто пятьдесят вторая, то сейчас они восьмидесятку в основном ложат. Скажите, а в скольких домах пострадало остекление, вот, заменовшим? Ну, пока зафиксировано. У нас обратились именно люди. Семь домов. Ну, а сегодня просто рабочий день начинается, я думаю, что будет больше. Скажите, а сколько примерно мин упало? Ну, вот по улице Смоленской 20. Это только по одной улице? Да, это по одной улице 20. По Брусилово люди говорят, что около 10. По Героической около 15. И на Ставке у нас легло около 15. Но одна, видимо, не разорвалась. Люди просят, чтобы мы поискали, посмотрели, чтобы... Больше пятидесяти минут, получается, заменовшим. А сейчас как обстоят дела с медикаментами и продуктами питания? Ну, продукты питания, слава Богу, у нас проблем в этом нет. Слава Богу, налажена уже система Красного Креста. То есть каждые полтора месяца мы получаем на каждого жителя поселка Зайцево гуманитарный пакет, где состоят из химки и продукты питания. Но вот с медикаментами, конечно, у нас большая проблема. В каком плане, что у нас, во-первых, было закрыто отделение, поликлиника. То есть нету, куда могут люди обратиться за помощью, даже за первой медицинской помощью. Нету ни аптеки. Нашим людям приходится самое ближайшее, это Никитовка. По инфраструктуре газ, вода, электричество? Ну, газ у нас только был на жеванке, сейчас она под контролем на Украине. В основном здесь печное отопление. По свету полпоселка у нас со светом, полпоселка уже больше шести месяцев так и остается без света. Вода, а вода то же самое. Половина поселка с водой, половина поселка без воды. Субтитры создавал DimaTorzok